Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Василий Морозов, Евгения Даровская. Смотрите в выпуске. Поступил. Каковы особенности зачисления в ВУЗы в этом году? На безводе. Решит ли строительство нового водопровода проблему некачественной воды в Кулунде? Новые старые перемены. Что изменится в духовной жизни края с появлением митрополии? 65 человек на одно место. Бюджетное место. Фантастическая цифра, но вполне реальный конкурс. Такой сейчас на специальности педиатрии в Медицинском университете. В Край сегодня завершился первый этап зачисления абитуриентов. Все ВУЗы опубликовали списки поступивших. В Техническом университете было больше всего желающих поступить на факультет экономической безопасности. В Классическом на менеджмент, а в Педуниверситете на исторический факультет. В ходе второй волны зачисления Медуниверситет сможет принять всего 20 ребят. В то время как все остальные – Технический, Классический и Педагогический – планируют зачислить в 5, а то и в 10 раз больше. Второй этап стартует 7 августа, но известно, что уже сегодня 80% всех бюджетных мест заняты. Лишь каждый десятый родитель покупает ребенку школьную форму местного производства. Такие данные приводят краевые власти и обозначают проблему. До сегодняшнего дня региональные предприятия налаживали сбыт разрозненно и зачастую терпели убытки. Одним из решений может стать создание в Барнауле единого оптово-розничного центра школьной и офисной одежды. Одна площадка будет представлять интересы самых разных швейных и трикотажных предприятий региона. На сегодня здесь представлено около 10 из них. Задача центра – искать и размещать заказы на продукцию. Главное условие – чтобы она была качественной и доступной. В связи с кризисом на предприятии, конечно, появляется больше заказов, потому что уходит иностранный производитель. Ориентация идет сейчас именно на наши отечественные. Работаем непосредственно с производителями тканей, что помогает снизить стоимость продукции. И, конечно же, что это приемлемо для родителей становится. Самая дешевая школьная рубашка на мальчика обойдется в 599 рублей, а юбка для девочки – 660. Одеть ребенка с головы до ног стоит около 4 тысяч. Вся алтайская продукция соответствует ГОСТам. В перспективе нужно максимально загрузить производственные мощности. Пока эта загрузка редко превышает 10%. Из-за того, что наши родительские советы школы и персонал школы административный не проводят необходимую работу, да и наши швейники тоже, я их не хвалю в этом смысле, недостаточно активны по продвижению своей продукции, мы на все количество школьников, которые приближаются сегодня к 200 тысячам человек, шьем в Алтайском крае только 20 тысяч комплектов школьной одежды. Реализуем, вернее. А шить могли бы на всех. В Наукограде сегодня обезвредили террористов. Они заминировали цистерну с 40 тоннами горючего топлива. Взяли в заложника машиниста и сотрудника предприятия ФНПЦ «Алтай». Спешим успокоить. Бомба-муляж, а в роли террористов силовики. В Бийске прошли плановые учения. По легенде, два человека в черных масках, вооруженные автоматами, захватили грузовой состав на территории крупного оборонного предприятия и взяли заложников. По тревоге были подняты все оперативные службы города. Движение транспорта в промышленной зоне перекрыли. Работников предприятия эвакуировали. В учениях задействовали более 500 человек и 36 единиц техники. Итог. Террористов задержали, заложников освободили. А вот без него на дорогах наступил бы хаос. Сто лет во всем мире за очередность и безопасность дорожного движения отвечают светофоры. В краевой столице их установлено 136, но оказывается, этого мало. Сегодня, во всемирный день светофоры, Татьяна Гладкова выяснила, где в ближайшем будущем появятся новые электронные переключатели, как выбирают места для их установки и, собственно, почему для сигналов служат именно эти три цвета. Красный – стой, желтый – будь готов, зеленый – иди. Почему-то многие люди думают, что цвета для сигналов светофора выбирали психологи. Но на самом деле это миф. Все дело в физике. Цвет – это волны. Человеческий глаз их воспринимает по-разному. Например, красный – максимально хорошо. Его можно разглядеть за 10 километров. Поэтому его устанавливают на маяках или высотных сооружениях. На втором месте – желтый, видно за 5 километров, зеленый – за 3. Так что эти три цвета – самые безопасные для дороги. У остановки «Кордон» на Змейногорском тракте плохая репутация. Из-за поворота водителям не видно пешеходного перехода. Страшные аварии на этом отрезке – частое явление. В прошлую пятницу именно здесь «КамАЗ» наехал на пешехода. Женщина погибла. Возможно, аварийную ситуацию исправит установка светофора, которая, кстати, в планах. Планируется на следующий год устанавливать. Но это нужно будет делать в комплексе с уширением проезжей части до 4 полос. За 7 месяцев этого года на дорогах Барнаула произошло 130 аварий. Два человека погибло, 136 получили травмы. Остановка Ломоносова – чуть ли не городской лидер по количеству ДТП. Здесь и светофор не помеха для тех, кто хочет нарушать правила. Водители развивают высокую скорость. Пешеходы пытаются успеть на трамвай, плюс опасный выезд на основную дорогу. Там у нас находятся очаги аварийности, которые на сегодняшний день госавтоинспекции города Барнаула принимают все меры для того, чтобы их ликвидировать. Сейчас в Барнауле работает 136 светофоров. Но этого мало. Желательно, говорят специалисты, установить еще 40 авторегулировщиков. В год получается ввести в строй до 5 светофоров. Больше не позволяет бюджет. Оборудовать перекресток стоит примерно 1 миллион рублей. Первое степенное значение это имеет у нас места концентрации ДТП. То есть нам нужно сначала их будет устранить. Впоследствии будем ставить там, где уже условия ГОСТа соблюдаются. В этом году в краевой столице появится 4 новых светофора. На пересечении улиц Петросухова-Малахова, Малахова-Советской армии и 2 пешеходных светофора на Загородной 129 и пересечении Юрина-Брянская. Главное, чтобы пешеходы и водители обращали на них внимание. Татьяна Гладкова, Павел Лаурнин. Наши новости. Менеджер одной из барнаульских турфирм обманула клиентов на 4 миллиона рублей. Обвиняемая предлагала людям заграничные туры по низкой цене. В итоге ей удалось заключить мнимые договоры с 55 заказчиками. Выполнять условия соглашений женщина не собиралась, а полученные деньги 4 миллиона присвоила себе. Теперь ее обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. В Кулынде наконец-то достраивают новый водопровод. Работы начались 3 года назад и вот в октябре должны завершиться. Осталось проложить несколько километров сетей. Наша съемочная группа отправилась выяснять, станет ли чище питьевая вода с появлением водопровода. Репортаж Екатерины Гаськовой. У Любови Емельяновны водный кризис. Домашняя скважина с каждым годом все меньше походит на источник жизни. Пенсионерка, как и многие односельчане, использует эту воду для всех случаев жизни. Пить приходится тоже ее. Даже специалисты, говорят, жители лабораторным путем подтвердили – вода слишком жесткая. У нас почти через одного то камни, то песок. Вот я лежала, у меня камни в почках. Если такой налет твердый, значит и на здоровье также влияет. Центральный водопровод в Кулунде есть. Но из 14 тысяч жителей им пользуется лишь треть. Оставшееся большинство, как Тамара Коноплева, еще в прошлом веке пробурили любительские скважины. Они не глубокие. И это, по словам коммунальщиков, влияет на качество. Вода сейчас уже стала не очень хорошей, потому что, ну не знаю почему, какая-то соленоватая. Фильтр, он не дает такого качества воды. А так, в быту, конечно, как есть, так и пользовались. Новый водопровод в Кулунде начали строить еще в 2012 году. Практически сразу пробурили скважину в 230 метров. С такой глубины, говорят специалисты, вода будет поступать изначально чистой. Данный водопровод будет проведен 23 километра, подключен еще порядка двух тысяч человек. Чтобы все население охватить, конечно, требуется намного больше финансовых средств. Новый водопровод обошелся всем уровнем бюджета почти в 100 миллионов рублей. Уже в октябре доступ к питьевой воде получит более десятка улиц. Правда, Любовь Емельяновна, как и еще некоторые пожилые кулундинцы, сомневаются, что когда-то будет пить чистую воду. Чтобы сделать врезку и подвести трубы непосредственно в дом, нужно вложить не один десяток тысяч собственных денег. Екатерина Гаськова и Павел Лауронин. Наши новости. В край завершился процесс формирования Алтайской метрополии. С присвоением нового статуса структура бывшей епархии значительно расширилась. Сегодня главе региона Александру Каролину представили новых епископов. Их теперь несколько, и подчиняются они владыке Сергию. Что даст региону новая система управления церковью, расскажем далее. Официальное рождение метрополии состоялось еще три месяца назад. Тогда патриарх всей Руси Кирилл возвел алтайского владыку Сергия в высокий сан-метрополита. Духовная власть, говорят священнослужители, изменилась и на местах. Ее стало больше. Теперь в регионе, помимо Барнаульской, будут действовать еще три епархии. Введение каждой более десятка районов. Нам нужно сегодня более активно взаимодействовать на муниципальном уровне. И я надеюсь, что это взаимодействие с главами муниципалитетов, с главами администрации будут обеспечивать в первую очередь именно главы епархии. Новая епархия – это Бийская, Рубцовская и Славгородская. И каждую теперь будет возглавлять свой епископ. Такая форма духовной власти считается традиционной. И до революции она действовала во многих областях и губерниях России. Правда, на Алтае ее не было. Представители духовенства рассказали, в чем главное преимущество старой новой системы. Любви, происшедшие вот эти перемены в нашей церковной жизни, поставляет священнослужителей ближе к народу, к его нуждам, ближе к властям. Так, например, по словам священнослужителей, будет проще проводить духовное воспитание в сельских школах и детсадах, даже в самых отдаленных районах края. Кроме того, новые епархии совместно с районными властями смогут развивать и так называемый православный туризм. Тем более, что во многих селах есть уникальные храмы и святыни, как, например, древняя икона Казанской Божьей Матери в Усть-Пристанском районе. Первая задача – воспитать достойных граждан нашего земного Отечества. Если это у нас получится, то, я думаю, что труд наш будет не напрасен. И это воспитание должно быть совместным с государственной властью. Взаимодействие с властью, уверены священники, момент ключевой. Хотя власть духовная по-прежнему останется во многом подчиненной самой себе, епископы будут находиться на полном довольстве церкви. И она же будет курировать строительство новых храмов. Кстати, не исключено, что благодаря появлению новых епархий Алтай приумножится церквями. Юлия Годар, Екатерина Гаськова, Александр Морозов. Наши новости. Городостроительный совет Барнаула не давал одобрения на строительство павильона перед Сумом в центре столицы края. Так заявил главный архитектор города Сергей Баженко в интервью информационному сайту Политсип.ру. Напомним, на днях на площади перед Сумом и гостиницей центральной началось строительство небольшого торгового комплекса. Данный проект еще в мае выносился на обсуждение Городостроительного совета города, но тогда одобрения не получил. В частности, потому что павильон нарушит целостность площади и усложнит транспортную ситуацию. В качестве альтернативы арендатору предложили пространство между Сумом и гостиницей. Тем не менее, заказчик подготовил рабочий проект здания именно перед гостиницей и обратился за разрешением на строительство. По словам Баженко, власти разрешение дали и вот почему. Увы, согласно нашему земельному и городостроительному кодексу, предприниматель имеет право просить такое разрешение, поскольку земля уже предоставлена ему в аренду. Поэтому комитет вынужден был выдать ему этот документ. Сейчас детали работ надежно скрыты от глаз барнаульцев за высоким забором. По словам застройщиков, в нем планируется разместить кафе, но какое именно, пока неизвестно. Согласно паспорту объекта, увидеть результаты работ барнаульцы смогут в декабре. Ровно месяц остается до празднования юбилея Барнаула. Реконструкция памятника Ленину должна завершиться как раз к 5 сентября. Городскому бюджету обновление обойдется в 306 тысяч. Маруся Загорска пересчитала памятники Ленину в Барнауле и выяснила, как вождь мирового пролетариата потерял статус объекта культа, зато стал частью культуры. Последний месяц лета главный Ленин Барнаула проведет за высоким забором. За 8 лет в последней реконструкции Владимир Ильич порядком сдал. Покрылся трещинами и сколами. Подлатать вождя взялась петербургская компания, которая специализируется на реконструкции памятников архитектуры. Работы оплатит городской бюджет. На самом Ленине трещин нет. Он у нас металлический, из цветного металла вылет. А трещины есть именно в постаменте и в стилобате. А вот Ленина, который простоял 56 лет на площади октября, отправили на пенсию именно из-за трещин. Реставраторы пришли к выводу, что бетонное тело Владимира Ильича может рассыпаться и покалечить прохожих. На место вождя пришли другие герои. А сам он переехал из центра на окраины. Те архитекторы, которые размещали его на Октябрьской площади, они считали, что черным он будет лучше смотреться. У нас он как бы в белом, светлом, олицетворяет светлые чувства. По одной из городских легенд, изначально здешний Ленин выглядел по-другому. Всем известным жестом он должен был указывать барнаульцам на светлое будущее, а указывал прямиком на гастроном под шпилем. Горожане заговорили, мол, светлое будущее Барнаула – это хорошая колбаса и дешевая водка. Но такие шутки советская власть терпеть не стала и приказала сменить неполиткорректную позу на более нейтральную. Единственный памятник, который несет культурную ценность – это небольшой Ленин в самом начале улицы имени Ленина же. Хоть это и копия, зато оригинал стоял в Большом Кремлевском дворце. К тому же этот Ильич попал в иностранные путеводители, да еще и под забавным именем Ленин Ториадор. Так его за длинный плащ прозвали заезжие британцы. История. Да и сами барнаульцы превратили объект культа в предмет культуры. И этим подарили давно ушедшему герою новую жизнь. Маруся Загорская, Николай Шилко, Наши новости. Таким был этот день глазами корреспондентов программы Наши новости. Звоните к нам в редакцию 659-129, берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова